Спасибо большое! Наконец-то я отключила эти грёбаные субтитры. С вами Ева Лорман, я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. И в этом ролике я покажу вам одну фишку, как ориентироваться на YouTube-каналах. Ну, не только на моём, а на всех YouTube-каналах. Итак, набираем, например, Ева Лорман и попадаем вот на вот эту страницу. Если прокрутить, что мы тут видим, видим совершенно непонятную картину. Сначала идут ролики, которые выложены друг за другом. Потом, бац, появляются какие-то вообще другие чуваки. И ты такой, оба-на, это уже совсем другая тема. Понятно, что рекомендации. Но если ты, например, ищешь ролики на определённом канале, то все вот эти рекомендации, они вылетают и сбивают с толку. А также, например, посмотрите, этот ролик, например, вышел год назад, этот два месяца назад. То есть никакой хронологии абсолютно нет. Ролики все смешаны, и ты не можешь вообще найти определённый ролик. Почему я это показываю? Мне, например, часто задают вот такие вопросы. О, классный был ролик, как вы сами себя красите. А в ролике говорю, ребята, я через месяц вам покажу, как я буду красить себе отросшие корни. И вы такие, вау, классно, ждём это видео. Ну, мало кто обращает внимание, что этому ролику уже год. То есть я уже однозначно поснимала все-все-все сопутствующие этому ролику ролики. То есть тема вся полностью раскрыта и уже закрыта. И приходится всем в комментариях писать, ребята, это уже снято. Посмотрите, уже эти ролики есть на канале, тра-та-та. Потом я начала задумываться, думаю, почему столько много таких комментариев. Решила я сама посмотреть, вот, например, с точки обывателя. Я захожу такая на свой канал, смотрю там, чёрт ногу сломит, ничего не понятно. И я поняла, что вот этот бардак надо превратить просто в хронологический порядок. То есть ролик за роликом, которые идут и раскрывают определённую тему. Для этого всего-навсего надо нажать на кнопочку «Видео» на канале. И тогда уже канал превращается в более упорядоченную систему. Если это сериальность, то эта сериальность сразу будет видна. И у каждого ролика будет своя концовка. То есть если я говорю давным-давно, что, ребята, скоро выйдет вот такой-то, такой-то ролик, это говорит о том, что он однозначно уже, скорее всего, вышел. Его просто надо поискать вот таким способом, нажав на кнопочку «Видео». То же самое могу сказать и про мобильную версию. Такая же песня абсолютно. То есть вот кнопка «Видео» и надо просто на неё нажать. Ну, в общем, это как бы никакой не лайфхак. Это вот кто просто ищет ответ на этот вопрос, как всё-таки увидеть эту хронологию. И вот я вам это показываю. А ещё, ещё хочу вам показать 10-тысячный раз, как можно убрать субтитры на канале. Вы посмотрите вот эту кнопочку, видите её? На неё нажимаете, и они раз и пропадают. Нажимаете на неё, они раз, появляются. Опять нажимаете, пропадают. Представляете, как всё просто? То есть, ребята, с субтитрами всё очень просто. Многие пишут, ой, как они нас задолбали эти буквы, невозможно смотреть. Даже плачу, а всё равно эти буквы на все рожи. Ну, блин, это же самое простое, что можно сделать вообще здесь. Просто нажать на кнопку, и все буквы уходят. А ещё у меня есть целый ролик на канале, который посвящён именно этому. Вы можете посмотреть его, там более подробно всё сказано и показано, какие кнопочки надо нажимать, как можно их отредактировать, эти субтитры, как можно сделать их меньше шрифтом, а как можно их вообще убрать. То есть, всё это можно найти. Это в общем доступе, легко и просто. Честно говоря, даже не ожидала такого эффекта, который вызывают субтитры. Вы смотрите такие комментарии, я просто в шоке. Я читаю, когда вообще «Девочка, люблю тебя, ты золоце моё вернул меня к жизни». Из-за титров я начал пробивать успокоительное «Ты моя королева». Казалось бы, казалось бы, всего лишь субтитры, как они задолбали людей. Я это вижу по вашим комментариям. Поэтому, наверное, надо каждую неделю выпускать эти ролики, как убрать субтитры, потому что мало кто понимает, что их действительно можно очень просто убрать. Как показывает практика на моём канале, они выносят мозг очень большому количеству людей. «Самый полезный ролик на всём Ютубе». Блин, я даже не ожидала, что это будет самый полезный ролик на всём Ютубе. Спасибо большое! Наконец-то я отключила эти грёбаные субтитры. Ну вот, люди, которые слушали, смотрите, надоели эти субтитры с непонятными словами. Искал, чтобы отключить их, а тут так просто. Нажал кнопочку и всё. Ну, не у всех вообще такие есть настройки. Читаю порой, нет там никаких кнопочек. «Ой, ты спасла мне жизнь». Но в субтитрах тоже есть свои плюсы. Благодаря этому ролику и субтитрам на нём я поняла самые первые слова, которые вы говорите в своём приветствии в каждом ролике. Всё время хотела спросить. А вы, оказывается, приветствуете каждого. «Хай, Эриван!» Это «Привет всем!» Вот эти сложности я с ними никогда не сталкивалась, что в настройках отключила, но субтитры не уходили. Пришлось писать им на электронную почту. Для меня это нонсенс. Я, например, такого ещё не видела, чтобы субтитры не уходили. Ну, в общем, ребята, вы уже увидели, как это всё легко делается, поэтому дерзайте! Let's go, друзья! Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю, что индустрия красоты – это не так сложно. Надо просто в этом научиться немного разбираться. Эй, народ! Не скупись! Лайк поставь! Подпишись! Я тебя сейчас пляшу! Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми! Делись со всеми! Не томи! Хватит даме танцевать! Пора идти видос снимать! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...